Итак, всем привет! В этом ролике я покажу, как просто и без затрат времени, моего и вашего, установить Google Play Market на Windows 11. Зачем устанавливать Google Play Market на Windows 11? Все знают, что Microsoft начала тестирование Windows Subsystem for Android, и это работает с Amazon App Store. Но в Amazon App Store сейчас только 50 игр. Мы же хотим полноценное приложение, чтобы можно было устанавливать прямо из магазина. Что нам для этого нужно? Нам нужна сама подсистема Windows для Android. Вот эту ссылочку копируем, переходим на этот сайт и вставляем ее. Вставляем ссылочку, выбираем канал Slow и нажимаем найти. И здесь ищем файл, весит 1 гиг и 200 мегабайт. С расширением M6 Bundle. Вот он. Нажимаем, пропускаем рекламу. Скачивается. Все. Далее нам понадобится 7-Zip. Лучше всего 7-Zip. Давайте скачаем 7-Zip. Установим его. Нам нужно распаковать Windows Subsystem for Android, то есть пакет. Где он? Вот он. Смотрим по размеру. Открыть с помощью. Нажимаем. Выбираем здесь 7-Zip. 7-Zip FM File Manager. Открыть. Вот мы открыли. Здесь нам понадобится вот этот вот пакет. 719 мегабайт. Два раза на него нажимаем, он открывается. Далее на диске C мы создаем с вами папку. Пишем Windows Subsystem Android. Написали. Открываем папку. Выделяем все это. Нажимаем Ctrl-A. Убираем вот эту папку. Убираем. UpX Block Map. UpX Signature. И вот этот вот. Content Types XML. И переносим это все в папку. После того, как мы перенесли это в папку. Закрываем 7-Zip. Он нам больше не понадобится. Теперь. Внимание. Заходим в папку Tools. Открываем папку Kernel. Открыли Kernel. Заменили в папке Ядро. Далее. Папку Platform Tools копируем также на диск C. Открываем папку Google Apps. И вот это все копировать в папку Windows Subsystem Android. И соглашаемся с заменой файлов. Для чего нам вот это надо? Вот эти вот вещи. Открываем PowerShell. И пишем. CD. Пробел. Правой кнопкой мыши по папке Windows Subsystem Android. Копировать как путь. Нам нужно зайти в эту папку. Мы зашли в эту папку. Дальше. Мы открываем текстовый документ. Копируем часть этой команды. Пробел. И копируем путь. Вот к этому файлу. Но нам система не дает установить Windows Subsystem for Android. Почему не дает? Потому что нам нужен Microsoft VC Lips 140 UVP Desktop. Вот он. Указан. Мы его устанавливаем. PowerShell просит установить. Нажимаем два раза. И устанавливаем. Готов. Делаем то же самое. Нажимаем на стрелочку вверх, чтобы вписалась команда. Пробуем еще раз. Опять же нам не дают. Потому что нам нужен Microsoft UI XIML 2.6. Вот он. Нажимаем и устанавливаем. Все. Теперь мы идем в настройки конфиденциальности безопасности для разработчиков. И включаем режим разработчик. Соглашаемся. Закрываем. И мы еще раз нажимаем стрелку вверх, чтобы ввелась команда. И еще раз нажимаем на Enter. Все. Windows Subsystem for Android установлен. Дальше. Эту папку я скину. Куда-нибудь залью и ссылка будет в описании. Под этим видеороликом. Дальше. Нам нужны программы и компоненты. Для этого мы заходим в панель управления. Ищем программы и компоненты. Открываем. Включение или отключение компонентов Windows. И здесь мы выбираем платформа виртуальной машины. Нажимаем галочку. Нажимаем ОК. Система просит перезагрузиться. Перезагружаем. После перезагрузки. Нажимаем Пуск. И открываем Windows Subsystem for Android. Нажимаем. Выбираем здесь Developer Mode. Включаем. И нажимаем на файл. Нажимаем Продолжить. Разрешаем доступ. Закрываем. Вот здесь нажимаем Refresh. У нас появился IP-адрес. Открываем Пуск. Google Play защита включена. Видим Amazon App Store. И видим Play Market. Google Play Market. Но мы его пока не открываем, ребята. Мы сейчас с вами открываем немножко другое. Открываем командную строку. Далее мы идем на диск Windows. И пишем здесь CD. Копируем путь к папке. Вот мы зашли в папку. Здесь у нас указан IP-адрес. Копируем его. И пишем ADB Connect. И вставляем наш IP-адрес. Нажимаем на Enter. Далее пишем ADB Shell. У нас открылся терминал типа Linux. Нам нужны root-права. Пишем superuser. As you. You are now root. И пишем последнюю команду. SetEnforce 0. Все. Теперь мы можем закрыть терминал. Закрыть Windows Subsystem for Android. Закрыть все. Момент истины, друзья. Открываем пуск и открываем Play Market. И можем сюда войти. Давайте я войду. И вот. У нас теперь есть Google Play Market. Любая игра. Любое приложение. Допустим, приложение. Ну что мы с вами скачаем. Давайте попробуем скачать. Например, вот Кинопоиск. Установить. Давайте установим Яндекс.Переводчик. Я очень люблю Яндекс.Переводчик. Давайте установим. И, например, U-Money. Давайте установим. И вот наше приложение. Переводчик открываем. Все работает. Открываем с вами Кинопоиск. Все работает. Открываем с вами U-Money. U-Money работает. Ну, всем нужно, конечно же, всеми любимый Инстаграм. Ну, допустим, ВКонтакте. Вот все наши приложения с вами. Таким образом, можно установить любое приложение Андроида на Windows 11 через Google Play Market. Пожалуйста, Netflix. Даже ваш интернет-банк. Допустим, у меня это Беларусьбанк. Давайте попробуем поставить это приложение. Даже наш YouTube. Вот так вот, ребята. Если делать все, как в этом видео, вы установите легко Google Play Market. Вы можете первым делом из этой папки установить вот эти два компонента. Они обязательны. Без них ничего работать не будет. Данную папку я оставлю в описании. Ссылочку на Windows Subsystem for Android я также оставлю в описании. Ссылочку на сайт, где можно скачать Windows Subsystem for Android я также оставлю в описании. Мы снимали уже ролик про Android-приложение на Windows 11. Также мы обещали объяснить, почему предыдущий наш ролик, он здесь будет в подсказочке, до сих пор актуален и будет актуален всегда. Пока не появится здесь действительно тех программ, которые мне нужны. Допустим, я не признаю пока Google Play Market. Почему мне он не... Нет. Ребята, все хорошо, все мне это нравится, все отлично. Но есть одно но. Publisher Apple. Допустим, вот я подписчик Apple Music. Пишу Apple Music. Я хочу Android-приложение Apple Music. Где оно? Где оно? Только Shazam, который я также могу установить. Где Apple Music? Его нету, но на сайте Play Market он есть. В веб-версии магазина. И на Android-смартфонах он есть. И не только он. Например, если вы, например, как я, подписчик Apple Music, вы, как я, пользуетесь сервисами Apple, допустим, и вы хотите на Windows, чтобы у вас было вот... Но этого нет. Я иду в любимый Яндекс. Я пишу Apple Music APK. И скачиваю отсюда APK-шечку. Я могу найти любое приложение, которого нет в Play Market. Открываю командную строку. Иду на диск C. Беру путь к этой папке. Пишу здесь CD. Отступаю, вписываю путь. Я в папке пишу ADB Connect. Копирую IP-адрес. Пишу ADB Install. Отступаю. Иду в загрузки. И копирую путь к этому файлу. И он устанавливается. И я в итоге получаю заветный Apple Music. У меня больше возможностей с командной строкой. Я могу установить любое приложение. Даже те, которых нет в Google Play Market. Google Play Market это не единственный источник Android приложений. Многого нету в Google Play Market для Windows. И подведем с вами небольшой итог. Первое, что вы делаете, после того, как вы скачаете эту папку, вы устанавливаете два компонента. Далее переходите по ссылке в описании, чтобы попасть на сайт, где можно скачать Windows Subsystem for Android. ссылочка будет в описании. И на саму Android подсистему будет в описании. Ссылочка. Также вам нужен 7-Zip. Ну, а дальше делайте все, как я показал в ролике. Смотрим ролик до конца. Все получится, ребята. Это несложно. Все у вас получится. Смотрите мой ролик и все получится. И не забудь подписаться на канал, потому что впереди будет очень много всего интересного. Всем спасибо. До встречи.